Итак, товары, которые в этой коробке, мы надеемся, поможут нам решить маленькие проблемы, которые связаны с нашей маленькой собакой Холли. Всем привет! Вы у нас на канале. Будем открывать вот такую вот посылку с Амазона сегодня. У меня мои маленькие помощники. Холли, ты же обиделась? Да. Холли? Холли и Мия. Да, привет. Открываем и показываем, что же такого мы заказали, и на что же мы надеемся, и что решит нашу проблему. Итак, Холли уже во внимании. Вау! Итак, первый товар. Вот такой вот спрей. Давай попасть. Называется античу. Ну или как они? Антигрызин. Ну как-то так. Антигрызун. Грызун, да. И второй тоже. Мы заказали два тюбика разной компании, чтобы попробовать, какой из них будет эффективнее. По идее, они на каких-то там натуральных ингредиентах. Да. Здесь вода коптос, чайниза экстракт, глицерин, масло чайного дерева и биттернесса, скорее всего, для апельсина. В общем, будет отпугивать и запах, и вкус. Да. То есть мы как бы стараемся контролировать, чтобы она у нас еще не так много все погрызла, но уже начинает. Там уголок на тумбочке, кусочек стула. Хотя игрушек мы и пытаемся подкупать все больше и больше. Значит, можно использовать. Но. Это нас не пугает. Да. Мы не жалуемся. Мы покупали собаку, мы знали, на что мы идем, мы долго думали. Все, кто смотрел нас давно, они все знают, что мы о собаке, о животных вообще, в принципе, заговорили очень давно. Просто все ждали, когда же мы. Значит, можно брызгать на мебель, на растения, на ковер, на шторы, на обувь, на декорации и на мои носки, потому что тоже она их грызет. Вот, значит, без запаха легко использовать. Максимальная сила здесь. Цены какие? И мессендер. По-моему, по 18 долларов или по 20 даже, да? Я, честно говоря, не помню. Кому-то это средство помогло, кому-то нет. В общем, решили попробовать и мы. Мы тоже, да, решили попробовать. В принципе, хорошие отзывы на сайте Amazon. Хотя в одном из прошлых видео все, и уснула. Ты что там спишь, сладенькая? И тот стопроцентная натуральная формула. То есть на органических ингредициях. То есть безопасно для животных. И на то, что будем брызгать. А, кстати, еще вот эта штука, если ты не поранен, ты брызгаешь на перевязку, чтобы она там не облизывала или не сдирала. Представляешь? Ну и на мебель тоже можно. А здесь, видишь, а здесь Bitter Apple. А здесь, ну, короче, два разных компонента. Да, разные компоненты, поэтому попробуем тот и тот. Хорошо, давайте проехали эту тему. Еще один товар, который влез также в эту коробку. Я вообще не ожидал, что они пришлют все вместе. Разные продавцы, да? Да, я думал, все придет по отдельности, но, тем не менее, спасибо Амазону, нашему прайму за день они доставили. То есть в этот раз оно сработало, мне всегда работает вводим. Итак, здесь у нас шоколадные хлопья Nesquik. Сбылась твоя мечта. Да, в таком вот пакете. Тяжелый пакет. Тяжелый? Да. Значит, смотрите. Это Лена заказала для ее цветов, огорода, сада. Да. Это Лека. Лека. С интересным названием бренда. War Hair. Да. Вообще, мы такие... Даже милюшки смешно. Это глиняные шарики. Они... А, это с глиной? Это не лава? Нет, нет, а другое. Они впитывают в себя воду. Для растений. Можно использовать вот эти вот шарики. И кто-то лепил вручную. Если ты знаешь ответ на этот вопрос, пишите нам в Telegram, кто хочет. В общем, я хочу пересадить аллоказию свою попробовать. Да, ну попробуй. Попробуй и скажешь обязательно покажешь. Оно дорогое. Кто? Аллоказия? Нет, вот это. Да, сароковник, по-моему, да? Вот же мой, 33-й не. Я округлил. Да ну, да ладно. Я округлил от 31 до 40. Да, дорого, но я надеюсь, оно мне надолго. Ты попрошь, ты же еще не пробовала? Ты с целью, чтобы попробовать, насколько оно будет эффективно, продуктивно. Стоит ли заказывать еще, стоит ли пересаживать. Но это же не для всех растений, я так понял. Да, не для всех. Подходит, правильно? Главное, чтобы их не ела наша Холли. Ну что, попробуем, проэкспериментируем, кстати? Да, давай, смотри. Скроем, у меня сейчас есть как раз вот одна задумка насчет эксперимента. Вот перед нами стоит уже модель, на чем мы будем пробовать. Вообще, да, немного грызет. Да, смотрите, давайте повернем. Вот, она уже тормоза погрызла. Не все. Не все. Так мы не узнаем. На одну сторону мы брызгаем один, на другую сторону брызгаем другой. И сейчас, и вечером, потом, когда проснется дама наша, мы ей дадим погрызть какую-то из них и посмотрим, какая эффективная. Правильно? Тапочек давай предлагаем. Один и второй? Да. Точно. И поставить на ковре. И оставить возле дивана. Спровоцировать ее, правильно? Да, да. Спровоцируем. Итак. Ой, девчоночки, девчоночки. Такие сладкие девочки. Давайте, на левые. Представляете, они будут расти вместе, господи, расти вместе. Еще будут. Камеюшка мне влюбилась. Это то, и сразу видно. Да? Прям к ней лезет, и прям к мордочке ее. Любовь с первого взгляда. Так, хорошо, на этот. Все, как тут. Тут, как тут. Смотри, одна, видишь, меньше, другая больше. Тысяча миллилитров. А, 100 миллилитров, 50. А цена практически одинаковая. Давай на этот брызгаем. Вот эту мордашку. Будем подписывать? Не, ну мы же по мордашке вам узнаем. А смотря какой тапочек. Левый, правый. Ну, запоминай. Ну, потом же будет переспрашивать. Так, repeated, off, and. Короче, надо повторять настолько часто, насколько возможно, пока не отучится ее привычка грызть. Мишек, отходи с печенькой. Ну, и вообще это, получается, дисциплинируется собака. Да. Правильно? Сюда мы побрызгали шпица или кто это, овчарка, главное, как это, чтобы... Смотри. И сюда мы брызгаем. Смотри на нее. Аккуратно. Так, и в глаза не брызгать, запомните. Да, да. Смотри на нее. Смотри, Антон, самое интересное пропускаешь. Только печеньку ей не давай, Мюш. Ну, Холли уже контролирует покусы свои. Она с ней осторожничает. Ого, здесь вообще написано, рекомендуется брызгать 4 раза в день на протяжении 2 недель. Ну, получается, это дорого, такие спреи постоянно покупать. А нет, ну, смотря на сколько миллилитров хватит. Ой, смотри, точно, лезет к головке. Смотрите, друзья, какая милота. Ну. А Мюша лезет к ней, когда она спокойная просто. Да, да, да. Она хитрая. Такая, играет с ней, провоцирует. Так, ну все, я побрызгал. Да? Ты... Угу, хорошо. Вроде бы не пахнет. Пошел я брызгать дальше. Нет, что-то пахнет. Уксус я чувствую, нет? Стулы и углы. Ну, по идее, тут не должен быть. Какой я стул... Нет, сначала мои растения. Да? Да. Какой из них? То, что дорогой. Я думаю, этот будет эффективный. А какой без запаха? Какой это с запахом, Антон? Вот этот, по-моему, без запаха. А какой дорогой? Вот этот дороже. А это уксус чувствуется. Тоже чувствую? А этот без запаха. А этот дорогой. Короче, не знаю, брызгай просто. Ладно. В общем, туда она не достает. Тебе несколько раз в день придется брызгать. Главное, чтобы растения не повяли. Ну, безопасно для растений. Ну, мы надеемся. Я прочитала информацию. Я прочитала информацию всю. Они написали, чтобы мы купили. Ты же не вернешь это пол. Так много отзывов. Хорошие продажи. Хорошо. Мне брызгать? Давай я. Тут и... Чик, и все. Да. И все. А что ты хочешь, купаться тут или что? Так, надо... Ну, все, сболтала, брызгай. Хорошо. Нижние листики. Ну, вот типа такого. Не забывай, ты будешь несколько раз в день брызгать. Тебе непрямо... Я поняла. Не обязательно каждый листик забрызгивай. Все. Все? Да. Молодцы. Вот такие вот у нас были растения. Запоминайте их. Последний день вы их видите. Да, конечно. Завтра они завянут. Да, конечно. И кто-то вздохнет, скажет, ну, слава богу, не будут они показывать. Растения. Не смотрите. Не нравится, не смотрите. Мне нравится. Да, у нас влоговый канал, соответственно, логично. Мы показываем все. Дети, животные, как... Как живем. Что у нас в доме, как живем, куда ходим. У кого какие интересы, это нормально. У кого-то вообще никаких интересов нет. Так что, друзья. Так, друзья, ну что, давайте вместе с вами, вместе засадим наш беленький девайс Smart Garden новыми семенами. У меня есть такая коробочка. А в коробочке много разных упаковочек с хорошими семенами. Я как-то снимала видео, и мы засаживали все. Вы знаете, все проросло. Я семена не замачивала там на сутки, на двое, как-то там делают. Все проросло. Потом как-то покажу. Значит, у меня есть тмин, у меня есть сладкий базилик. Предлагаю базилик посадить. Ростки мы увидим через одну-две недели. Тмин – это приправа, орегано – тоже приправа. Так, предлагаю... Ну, вроде как лучок зеленый, да? Так, а вот это вот зеленый лучок. Тоже прорастет через недельку-две. И селантра я хочу. Такая... В общем, я называю петрушка, которая подходит к мясу идеально. Тоже прорастет через одну-две недели. Розмарин и мята. Так, хорошо. Если по-хорошему, друзья, то надо сюда покупать специальные капсулы, которые идеально помещаются в эту ячейку. Здесь фитильный полив. Сюда водичка заливается, да? Ну, это дорого. Я хочу сама. Я уже пробовала такой метод. Засыпала сама земельку, семена, и все прорастало. Просто здесь немного грязновато получается. А так, вот, значит, это специальный субстрат, специальное почтво, чтобы проращивать что-либо. Значит, засыпала я все ячейки этой земелькой, получается, да? У меня есть такая замечательная ложечка. Этой палочкой буду я проделывать в каждой ячейке по три дырочки. Вот. Прорастет, не прорастет, ну, я уверена, что-то да прорастет. Вообще, вот эта фирма очень хорошая. Действительно, семена отменные. Вот. Так, друзья, все готово. И даже уже подключили. Вот эту вот фитолампу залила я водичку. Все хорошо. Все ячейки подписаны. Да. Посрединке у нас будет расти зеленый лучок. Господи, как я рада, как я рада. Нравится мне все это дело. И особенно, когда ты выращиваешь все сам, это другое ощущение. Это другое ощущение. Вот. Так что в этом году мы планируем, конечно, заняться рассадой конкретно. Что? Ай, ты, господи, ты знаешь, как этим пользоваться? На. Ну, смотри, что я делаю не так. Ты правильно делаешь? Ну, да. Но я тоже думаю. О, все. Надо не вместе, а так. Да, все. А, вот, господи. А ну, поправь, пожалуйста. Ой. Так, это я захотела романтик. Как ты? Сначала... Да, молодец. Давай я. Ой, давай. Получилось? Да. Ой, молодец. Первый раз зажигалку в руках держишь. Ой, молодец, как красиво. Ну, все, ты где, Антон? Кто? Ты. Друзья, хотим показать, какие у нас результаты. Кто помнит, мы садили семечек бонзай. Короче, бонзай и алоэ, да? Я не помню. Алоэ. Еще ничего не прошло. Там было написано или 30, или 40 дней. Лена воду подливает. А, надо подлить. Давайте посмотрим. Она уже такая подпухшая. Ну, она постоянно мокрая. И стоит в тени, как по инструкции написано. И все. Ну, пока ничего не проросло, друзья. Да нет, есть там вода еще? Нет, там надо до... Смотри, видишь? Вот так. Надо подлить водичку, да. Ей, фильтрованную надо. Да. Да, на фитильке. Пока ничего вообще. Ну, подожди. Посмотрим, насколько удастся этот эксперимент. Может, здесь вообще семена плохие. Выйдет или нет. Да, давай. По инструкции все соблюдено. Все есть. Все поставили, все как надо присыпали удобрениями и все такое. Просто, единственное, подливаем воду. Поэтому с этими разобрались. Мы ждем, когда они взойдут. Да. Новая порция. Новая порция. Зеленушки посажена. Смарт-гарденом. Значит, ага, это ты в первый раз посадила такой стиль. Ты земля. Не-не, мы уже садили с землей. То есть, ты земля, земля твоя, семечки попались нам в Крейзи Биттс. И получается, если они прорастут, мы будем есть или не пересадим их? Не-не, будем здесь есть, да. Здесь зеленый лучок, селандра. Ого, так много. Ага, три, три. И сладкий базилик какой-то. Сложно, да. И плюс на субейсменде петрушка, укроп и базилик, да, вроде, если я не ошибаюсь. Да. Хорошин. Завершение вечера. Да, поэтому план такой у нас. Так как цены растут, все становится дороже и дороже, мы планируем еще, возможно, купить грядку, а то и две. Будем выращивать зелень во дворе, чтобы мы не покупали. Потому что реально зелень сколько? Два доллара. Да, кстати, маленький пучок. Два доллара зелень, если мы можем. Холи. Наконец-то до нас начинает доходить сад-огород, что я, в принципе, не люблю. Но если будет вот такой вот, смартгардер, не мешать, подливать, ничего там не надо полоть, то тогда... Отлично. То, что надо. Да. То, что врач прописал. Главное, чтобы... А еще? Доставай с холодильника. У нас там нет ничего. То, что врач прописал. Я тебе. Так, друзья, хотим расслабиться немножечко. Ну, тут-то поглотать. Ну, ничего страшного. Уля, она мне помогала зажигать свечи. Вино, какое вино? Это нам вроде наши друзья старелин подарили, да? Когда приходили в гости. На Рождество или Новый год? На... Перед Новый годом? Или перед Рождеством? Ну, очень вкусное вино грузинское. Короче, три месяца? Розанская долина. Да, пьем. Представляете? По чуть-чуть. Как я и говорил, по чуть-чуть у нас сыр есть. Да, очень вкусно, особенно к вину вообще. Так его не едим, а именно к вину вообще пальчики ближешь. Ну, с вином, да. Вообще отлично. Ну, за успех. Вау, супер. Хорошее завершение. Хорошее завершение не только вечера, а вообще. Дня продуктивного, как всегда, мы стараемся. Мы работаем. Мы работаем. В первую очередь, это у нас семья. Чтоб все были счастливые, здоровые. Не было проблем. Работаем над всем. Теперь у нас еще он. Бегает еще один ребенок. Работаем на основной работе. Работаем над Ютубом. Плюс еще успеваем что-то где-то подшаманить, подучить, посмотреть. Мне хорошо любимый подарил на 14 февраля наушники. Так я материал поглощаю восьмичасовой за 4 часа, как минимум. Бывает уже под конец, и у меня уже мозг, короче, напрягает слушать. А так, пестыня, пестыня. Обучаешься в процессе работы еще основной. Поэтому всем, друзья, спасибо, кто досмотрелась до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливы вместе с нами. Всем пока-пока. Всем пока.